Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Примерно год назад я вышел из отношений, человек практически мне все запрещал, но ни разу не оскорблял. Расстались по глупой причине, как я считаю, он другой национальности, его родители были против, я русская. Я очень долго не могла забыть этого человека и были сильные чувства. Недавно я просто захотел интимных отношений с этим человеком. Параллельно общался с другим молодым человеком, но он также хочет, наверное, от меня только интима. У нас нет тем говорить, кроме интимных тем. Сначала мне нравилось просто подруже с этим заниматься. Сейчас я чувствую, что на пути к саморазрушению очень плохо, опять истерики, не знаю, что делать и как быть. Понимаю, что веду себя неправильно самой противной, но общаюсь так, потому что очень хочется внимания. Многие думают, что мне на все пофиг, и что я стерва, но это не так. Я очень хочу человека, который меня поддержит, позаботится и так далее. Но ощущение, что я никому не нужна, что всем нужен, только интим. Помогите, пожалуйста. Если говорить глобально, то вы сейчас через отношения и через интимные в том числе отношения пытаетесь компенсировать некоторые свои проблемы. Например, чувство вашей ненужности, ну, может быть, ощущение брошенности какой-то, покинутости. Вот. Это то, что вы сейчас пытаетесь компенсировать. Через отношения вы говорите, что мне нужен человек, который будет меня поддерживать и заботиться. То есть, обратите внимание, у вас есть какая-то своя проблема, у вас есть некоторые свои конфликты, но вы их не решаете, а в отношениях пытаетесь, как бы, опереться на другого человека, и тем самым, как вам кажется, свою проблему решить. Ну, по факту, это прямой путь к нездоровым отношениям, по факту. Вот. Это то, что вам, в общем и целом, нужно для себя зафиксировать. Да, и зафиксировать то, что, вот, ну, вот, как бы, то, что вы выбираете мужчин, от которых вам нужен только интим, точнее, которым от вас нужен только интим, и то, что вам кажется, что всем нужен секс. Это больше проекция для сведения своей ценности только к одному, и связано это с тем, что глобально вы себя обесцениваете. Глобально вы себя обесцениваете, а таким поведением, которое вам противно, вероятно, в силу того, что в глубине души вы чувствуете, что могли бы по-другому, вы себя наказываете. Вот. Наказываете за то, что вы плоха. И я не думаю, что дело здесь в тех отношениях, в которых вы вышли. Я думаю, что в тех отношениях, в которых вы были, и то, что вы не можете забыть этого человека, как вы говорите, достаточно блога, как раз таки и связано изначально с этим обесцениванием, ну, я имею в виду, с тем, что вы себя обесцениваете. И, соответственно, работать нужно в первую очередь с этим. Работать нужно с вашей самооценкой, с принятием себя, вот. И, собственно, с тем, что вот вы говорите, например, все думают, что я стерва. На самом деле, вы говорите, что это не так, но почему все думают, что вы стерва? И почему все думают, что вам на все пошли? Почему все так думают? Ну, не случайно же все так думают правильно. Вот. Вероятно, у этого есть какие-то основания. Вероятно, вы своим поведением как-то демонстрируете людям, что вы человек, который обладает определенными качествами, определенными ценностями. Хотя это не так. Судя по тому, что вы говорите, это не так. Но вы так и демонстрируете себя. И, соответственно, как мне кажется, вам необходимо научиться более искренне выстраивать отношения. Более конгруентный быть. Что такое вот? Что значит конгруентность? Тогда конгруентность это когда то, что происходит со мной внутри меня, да, то, что вот внутри меня проявляется вовне. В данном случае, совершенно очевидно, я надеюсь, что спорить с этим вы не будете. В данном случае это не так. В данном случае, совершенно очевидно, что вы не конгруентны. Совершенно очевидно, что с этим есть определенные сложности у вас. И этому нужно учиться. Работать со стыдом, со страхами, переживаниями. Вашими переживаниями. Ну вот. Учиться. Понимать их. Принимать их. Выращать их. Не бежать от них. Вот. Как, ну, как вы это делаете сейчас. Например. В отношении секса и так далее. И самым лучшим способом это сделать. Как раз таки является психотерапия. То есть самый лучший способ для вас если вы хотите свою свою жизнь менять. Если вы хотите. Если вы готовы свою жизнь менять. Самый лучший способ это вот начать психотерапию. то есть а вы просите помощи. И я вас в этом смысле понимаю. Я понимаю, что вы хотите хотите помощи. Ну вот. Я согласен с тем, что помощь вам нужна. ни в коем случае вот не отрицаю только факту. Но это только в данном случае индивидуальная работа. То есть вам поможет индивидуальная работа. ну вот. Ну потому что нужно вам хотя бы задать какие-то вопросы и хотя бы выяснить вот ситуацию, да, ну в целом ситуацию выяснить. Вашу я... ну вашу ситуацию, я имею ввиду, выяснить. Вот. И соответственно потихонечку, потихонечку, потихонечку начать разбирать то, что вот с вами происходит. Потихонечку, да. Вот. И потихонечку так вот вы научитесь эм... эм... себя слышать, вы научитесь себя так потихонечку лучше чувствовать, лучше ощущать эм... и соответственно проблемы начнут решаться. Вот. Эм... Вы совершенно очевидно в данном случае не принимаете вот позицию своего мужчины, да, бывшего, который выбрал саморазбатство. Вот вы оспариваете его решение, называете его решение глупым. Я понимаю, почему. Вот. Потому что человеку, человеку, который... который... эм... не принимает себя, ему достаточно сложно принять другого. И... как вы не принимаете себя, так, в принципе, вам эм... сложно принять другого человека. Это, к сожалению, нормально. нормально. Вот. Это, к сожалению, нормально, но... эээ... вполне решаемо. Это вполне решаемо, более чем... ээ... более чем решаемо. То есть, тут вопрос больше заключается в том, да, хотите ли вы это решать. Вот. Там... Ну, тут вопрос больше в том, что вы ээ... вкладываете в... ээ... помощь. То есть, вот, когда вы говорите, да, помогите, пожалуйста. Не знаю, что делать, как быть, да, то есть, как бы, что вы в это вкладываете. Вот. Потому что ответ... Один ответ... на ваш вопрос, а... проблему не решит, к сожалению. Вот. Поэтому нужна терапия и индивидуальная, регулярная работа. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это... эээ... позволит вам начать работу над собой. Вот. Позволит вам начать эээ... ну, как-то вот в данном случае лучше двигаться в сторону изменения в своей жизни. Вот. Эээ... желаю вам всего самого доброго, удачи. А вы большая молодец, что обратились за помощью. Вы, правда, большая молодец, что обратились за помощью, но эээ... понимать, что то, что вы сделали, это первый шаг. Вот. Это начало вашего пути, но пути увлекательного и интересного. Всего вам самого доброго. зуб у które шагандр